Добрый день, меня зовут Ловдина Татьяна, и сегодня я расскажу вам о наших озерах, которые мы изучаем в Патерхангельском. И наша лаборатория занимается учением пресноводных морских экосистем. Собственно, вот здесь, сейчас я научусь, на слайде приведен наш коллектив в составе наших ученых, это и гидрохимики, гидробиологи, метеорологи и другие оологи. Я в составе этого коллектива занимаюсь изучением прокариот, ну и бактерий, архей, в основном это какая-то общая микробная численность, но сейчас у нас новое направление, про которое я вам и расскажу. Мерметические шпоры и флора это очень интересные объекты, они отличаются от обычных озер тем, что из-за различной минерализации вода разделена на три слоя. Миксоримнион, где вода перемешивается, хемоклин и мониморимнион. В Арктике мерметические озера мало распространены и вследствие этого мало изучены. Однако это учение очень важно, например, для предотвращения катастроф, которые могут происходить. Например, в 1980-х годах произошли две катастрофы на африканских озерах, вследствие чего огромное количество углекислого газа вышло на поверхность и погибло более полутора тысяч человек, а также животные. И, собственно, все озеро поменяло свои характеристики. Так как наши исследуемые озера находятся в Арктике, их изучать нужно еще больше для изучения и предсказания каких-то последствий. Итак, наши озера — это озеро Светлое и озеро... В Архангельской области у нас находятся два мерметических озера — Озеро Светлое и Озеро Темное. Озеро Светлое является первым озером в системе из пяти озер и дает начало реке Светлое. Озеро Темное находится в междуречии Реп, Большая и Малая Юра. Оба озера характеризуются постоянной химической и редокстратификации, начиная с глубины около 20 метров в Светлом озере и около 25 в Темном. Не научилась еще. Значит, несмотря на схожую морфологию, озера различаются по степени гуманифицированности и по содержанию различных веществ и биогеохимических циклов. Итак, озеро Светлое расположено в 65 километрах Архангельска и относится к водосборному бассейну Белого моря. По морфометрическим характеристикам оно относится к малым глубоководным озерам. Его химоклин расположен на глубине 21-25 метров. Изучение его особенностей ведется с 2009 года и отмечены такие особенности озера, как низкое содержание ромб, нейтральный PH, минерализация, ой, простите, электропроводность от 190 до 380 микросимминсов на сантиметр, низкие концентрации сульфата и сероводорода и преобладание в нижнем слое без кислорода железа над марганцем и сероводородом. Все эти характеристики позволяют считать, что озеро Светлое является прототипом древнего Архейского, ранне-проторозойского океана. Ну, собственно, его изучение является такой отправной точкой для изучения всех процессов древних океанов. Еще одна особенность озера Светлое – это активный метаногенез, его окисление. Он происходит активно в аммониво-алимнионе, в нижнем слое, и затем в зоне хемоклина металлотрофскими прокариотами он окисляется. Общий запас метана в озере составляет около 2,5 тонн. Собственно, сейчас на этом основаны наши исследования. Мы изучаем эмиссию метана с поверхности озер в атмосферу, и, собственно, мои исследования заключаются в том, что найти взаимосвязь каких-то прокариот и биогиохимических циклов. То есть один из таких вопросов – это что влияет бактерии на биогиохимические циклы, или под биогиохимические циклы подстроились бактерии и археи. Второе изучаемое озеро – это озеро Темное. Оно по морфологии похоже на озеро Светлое. Хемоклин его расположен на глубине от 28 до 30 метров. И вода озера слабокислая, низкоминерализованная, имеет pH от 6,5 до 5,7. Изучение особенностей водоема ведется с 2010 года и проведен большой комплекс исследований. Но, к большому сожалению, разнообразие филогенетические исследования этого озера еще не были проведены. То есть мы не знаем состав, сообществ бактерий и археи. Сейчас мы этим и занимаемся, то есть отбираем пробу воды, их дальнейшие, да, что с ними мы делаем, как получаем разнообразие, про период расскажу чуть позже. И также изучаем эмиссию метана. Собственно, что же нам даст филогенетический анализ? Дело в том, что изучение про кариот озера Светлое уже было проведено учеными из ФИЦ биотехнологии РАН. В 2016 году с помощью платформы РОЖ, да. Но в последнее время эта платформа не используется, она отчасти устарела, и все исследования проводятся на другой платформе Иллюмина. Но здесь возникает такая сложность, что платформа РОЖ поддерживала участки Гена-16С РНК, это участки В3 и В6. Сигнаторы Иллюмина работают на участках В3 и В4, поэтому нам сложно использовать данные для какого-то постоянного мониторинга, и мы проводим исследования, да, в беге вот этих вот микробиологического разнообразия уже на новой платформе, собственно, поэтому мы заново все эти исследования проводим, и вот такой переход от обычной классической микробиологии в молекулярную генетику, он позволил идентифицировать бактерии хемоклина, которые в данных условиях окрашивают воду в розовый цвет. Это вот вода, поднятая из хемоклина, то есть она прямо розовая на фильтрах, все это концентрируется и становится, приобретает такой ярко-розовый цвет. Вот мы ведь также выделяли ДНК из осажденных с центрифугированием прокариот, прямо вот видим такой ярко-розовый осадок. Ход исследования, то есть мы отбираем пробы, концентрируем прокариоты на фильтрах, выделяем ДНК, ставим ПЦР на необходимые для нас участки ДНК, проводим секвенирование, и по полученным данным, по характеристикам гидрохимическим и полученным распределением прокариот, мы выявляем закономерности и дополнительно их можем подтверждать с помощью других участков этого ДНК, собственно, там с помощью уже волигорятной биологии. Спасибо за внимание. Вопросы? Мире Борисовичу? Спасибо большое, Татьяна Ильична, за очень интересный доктор.